И самый главный анализ, ну, для меня как биостроэнтеролога, в первую очередь, конечно же, анализ Калла, который доступен на самом деле, но делают его крайне редко, как сказать так, крайне редко, тогда, когда надо, его делают крайне редко, а вот тогда, когда не надо, его делают крайне часто, вот парадокс. Можно разглядеть, можно разглядеть в этом анализе, какие-то непереваренные частицы, конечно, можно. И на основании этого сделать вывод о том, что пища хорошо переваривается или плохо переваривается. Можно увидеть даже те компоненты конкретные, которые не переварены, например, белок не переварен, или жир не переварен, или, например, углеводы не переварены. Но это говорит только об одном, что это есть по факту в какашках, но никак не говорит о том, почему это там появилось. Вот чтобы сообразить, почему это там появилось, чтобы это узнать, надо подумать. Вот от подумать здесь зависит очень много. Кроме того, доктор, который смотрит какашки, может увидеть там, в этих анализах, например, каких-то гостей, гостей глистов, паразитов, кого-нибудь еще. Кроме того, он может увидеть там и клетки крови, которые по логике создателя системы должны быть внутри сосудов и никак не должны попадать в какашки. И если уж они туда попадают, то значит надо уже точно позаботиться о своем собственном здоровье, чтобы оно вдруг моментом не рухнуло. Потому что что-то происходит в кишечнике не так, или в какой-то части пищеварительной системы не так, да так не так, что фигачит кровь через стенку сосудов и улетает в унитаз. И это может быть действительно опасно. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.